Учителя начальных классов Лобнинских школ Ольга Поколюк и Анастасия Щепкина получили сертификаты на приобретение квартиры по программе «Социальная ипотека». Наш корреспондент Дина Архипова встретилась с педагогами. Педагог с 13-летним стажем Ольга Поколюк переехала в Лобнию из Приднестровья. 8 лет жизни посвятила работе в Лобнинской школе номер 2. При этом уже долгое время ей приходится ютиться с сыном в крохотной комнатке общежития. Мальчик давно мечтает о собственной комнате, чтобы приводить домой друзей, спокойно учить уроки, заниматься своими делами, не мешая маме. Совсем скоро его мечта сбудется. Ольга стала участницей государственной программы «Социальная ипотека». Это дает огромную поддержку и возможность работать на территории Московской области. Жилье достоин каждый учитель, также каждый человек. Эмоций было очень много, положительные. Были слезы радости, счастья. Проект губернатора Московской области социальной ипотеки очень важен, так как очень многие учителя нуждаются в собственном жилье. Для каждого человека очень важна поддержка. В этом году сертификат на приобретение квартиры по социальной ипотеке получила еще одна жительница города. Анастасия Щепкина переехала в Лобню из Дмитрова 11 лет назад. Вместе с мужем и девятилетней дочкой они проживают у родственников супруга. Более семи лет она работает учителем начальных классов в школе номер 6 имени Вячеслава Сахнова. Когда я училась в школе, мне все учителя говорили, что твое – это быть учителем. Мы выступили. Через неделю мы узнали результаты, что победили. Радость была, слезы, счастье. Буквально через две недели мы получили сертификаты от губернатора Московской области. И вот в данный момент подыскиваем квартиру. Уже присмотрели квартиру в новостройке недалеко от школы. Это большая помощь для учителя. Вот в данный момент, например, взять учителю ипотеку полную – это очень тяжело. Отбор участников программы «Социальная ипотека» проходит в два этапа. Сначала учителям необходимо направить перечень документов в Министерство образования Московской области и убедиться, что их возраст, квалификация, стаж и другие показатели соответствуют требованиям программы. Затем потребуется предоставить свое портфолио, сведения о достижениях и успехах учеников, об участии в конкурсах. На финальном этапе, оценивая всех кандидатов, специальная комиссия Министерства образования определяет тех, кто получит возможность воспользоваться социальной ипотекой. В Подмосковье программа действует с 2016 года и финансируется из регионального бюджета. Социальная ипотека реализуется в форме единовременной субсидии, составляющей 50% от стоимости жилья. Остальные 50% возвращаются в виде ежемесячных платежей в счет погашения суммы основного долга. При этом сам участник программы выплачивает только проценты по ипотечному кредиту.